привет всем вы на канале цветочки у галины соскучились сегодня 16 вчера немножко оговорилась 16 я отрезала эпипремный пенатный байт варикатный здесь где-то около двух метров такая плеть огромный выросла с длинными между узелем я хочу его просто поставить в воду так и пускай в воде укореняется сейчас нарежу пустые между узел я тоже буду резать оставлю их в мох так лишний палки отрезают чтобы они не мешались если вы будете такую палку укоренять на не вырастет а вот в узле образовывается корень то есть здесь уже есть зачаток корня для обесель для тех кто не знает в любом случае наверное есть те кто не в курсе конечно кто давно занимается растениями уже давно в курсе как принять себе премию а вот кто не в курсе здесь есть корень и почка пойдет получается здесь открутить от листочка даже если вы ее срежете все равно проснется новая почка будет заново расти меня уже был такой я ставил эксперименты вырастет ли еще одна почка из того места где я уже отрезал где была уже почка я ее отрезала и все равно новая почка еще опять наросла класс стволик варикатный хороший варикатность этого при премии прям вообще я уже укореняла черенки черенки все такие красивые вырастались шикарные вот иногда даже на стволике корни образовываются с этим корешочку мы посадим и может дальше развиться может и не развиваться как ему захочется чтобы корешочку уже большой видимо была хорошая влажность то что к хорош корень и варикатность от чего зависит варикатность очень интересный вопрос ну как мне кажется зависит это от генетики ничего более кто-то там говорит типа не поливайте азотными удобрениями обеспечите хорошее освещение возможно это может как-то и повлияет но основное даже те варикатные монстеры или это приемного варикатные самое большой процент вероятности что у вас тут хороший экземпляр это хорошая генетика и место где проснется почка если почка проснется вместе такой вот стволик если почка проснется там где зеленая часть ствола то вероятность что растение будет зеленой больше а там где белая варикатность эти белые полосочки вероятность что растение будет красивые варикатные уже больше природу как против природы попрешь если растение решила быть красивым она будет красивым если растение решила прости зеленым хоть что-то там придумай в наших условиях наверное ничего не сделаешь вот уже тайцы они придумали там какие-то специальные новые препараты которые делают варикатности это уже новые литки эволюции пример вот пример такой веточки здесь я уже срезала вот я срезал фокусируйся вот я уже срезала выросла вот это веточка я ее сейчас тоже срезала сейчас я ее поставлю в воду почка проснется где-нибудь другом месте где-нибудь тут проснется я вам потом покажу когда она укрылся и даст почку я так думаю что все черенки так чем я говорил я уже забыл значит не случив как куренить я покажу какие куренились черенки какие росточки не дали конечно мне столько сейчас черенков не надо вот но я их режу по одному узлу потому что междоузли длинные это не в том какой горшок надо чтобы вот такие вот стволы туда заглублять это все лишние лишние балочки эти лишние идут на выброс вот по салатик сделать вот и целая куча черенков я посажу себе несколько остальные конечно поезд в новые дома вот сейчас я стану кстати я сейчас то не буду их воду впихать хотя в принципе то можно ли я оставлю их немножко потушиться ничего за это время с ними не будет тут черненьку тоже отрежем были проблемы с подливом не спорю бывает такие классные черенки целая куча получилась прям вообще богатство сбрасываем а эти поставлю с ног дальше какая меня работа у меня есть такой филодендрон что-то там малайзия копы называется растет вот так вот честно говоря я думала у меня погибнет потому что что-то там точка роста как будто бы сгнила что-то там с ним прервалась искала стаканчик вот нашла вот что-то странное произошло с точкой роста как будто бы она сгнила сейчас секундочку так я хочу просто его посадить убрать муха сюда лишнюю 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 текс тоже положим здесь чтобы он был в серединке вообще неприхотливый стояла стояла думал 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 она тебе детку подрастет когда уже появятся свои корешочки я его сажу от материнского листа мне просто интересно если я отсажу прям вот детку от материнского листа вырастет еще что-нибудь или нет или как у опипремнилов несколько почек в одном узле монстера я пробовала садить монстеру с такой же почкой где уже отрезаны и не выросли ничего значит монстер только одна почка в узле интересно филаденгронов как происходит или только эпипремные такие нежадные так здесь у меня следующее тело помните китик крышочки уже появились я хочу их до рассаживать так это у меня мраморная королева посадим геоны жадать будут по 5 штучек садить здесь почему-то нет корня это расчеток долго сидят сидят все морщине короче где побольше посадим сажим 4 5 а давайте еще парочку к бусин 6 нет корней где-то там бокс крышечка тут лучше 7 час как посажу как они тут будут ветвиться ого-го вот этот курс будет кустяра целый присыпаю ростики сами дорогу сильно идут я за них не переживаю все сейчас это выглядит не очень ну потом ростик куда появится пойдут в рост все будет с ними хорошо все будет отличненько так и посажу в пленную обувь вот такой стаканчик посажу муроморную проливу эти два посажу все готово на сегодня мало сегодня дел честно говоря уже и сил нету немножко все равно пересадил сделала дела хоть все дела переделал с ежедневными видео эти часть сейчас сюда в эту баночку сейчас еще у меня другая баночка есть стал в другую такси не 16 число запомнить когда их срезал букетик в принципе они даже все сюда влезут если плотничком так меньше места занимать дольше водички так красивый аварикатный пеприн буду ждать от него дырочки в последующем сейчас кое-что покажу хотел показать вот эту беконию вот она таби кони стоит на окне политая и крутит вот так листики что и не хватает цвета полива для чего что вот она такая скручилась не нравится и что-то на вторгаре не сухая все ненормально вот скручилась и все так вот закрутила листочки свои не расправляет так она очень даже красиво наверное мне ее нужно поставить под лампу под самую яркую свою не все по прежнему все по-прежнему все растет мир то обрастает локасика растет не видно хвостиков не видно вот еще покажу свою любимую полку полку с букашечкой монстера здесь наращивать свой листик женское счастье ростит новый лист варикатный белый зеленый да да монстер кто же ростик листик тут новый выдох растет новый лист из шифлерка стоит тоже листик новый рожает рожает такие вот новости рассказывайте свои новости на дзене кстати можно в комментариях прикрыть прикреплять фотографии покажите свои варикатные растения какие у вас есть можете себе тоже захочу что-нибудь новенькое всем спасибо за просмотр по традиции подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем пока пока до завтра ешка м м м